Всем привет, меня зовут Веруша и в этом видео я обговорюсь о том, куда пропали джентльмены, тургеневские девушки, принцессы, рыцари и вообще вопрос бы я так поставила, что нужно сделать для того, чтобы вернуть эти качества, все-таки они были неплохие по сравнению с нынешними реалиями и я все чаще сейчас слышу от мужчин, что мужчины хотят вернуть времена и хотят больше, скучают по образу тургеневской девушки. В женщинах не видят этого, то есть образ чистый, невинный, кроткий, скромный, бескорыстный, что очень важно сейчас девушке, которая любила не за положение, могла влюбиться не за положение, а могла влюбиться просто за ум, за харизму какой-то мужчины и мужчина мог быть спокоен за то, что она его любит просто вот за эти человеческие качества. И я хочу начать с рыцарей. Рыцари были 500 лет назад и конечно мы уже давно не живем в это время, но у рыцарей был кодекс чести, было такое понимание и там было прописано, что рыцарь должен был делать. Ну там, к примеру, защищать какую-то землю, сражаться, уйти от родителей, чтобы стать этим рыцарем и потом построить замок и защищать свою возлюбленную. То есть рыцарь шел сзади своей прекрасной женщины и смотрел вокруг не для опасности. И если появлялась какая-то опасность, то он сразу брал в руки меч. Вот. Ну сейчас, конечно, времена совсем давно ушли, но я не зря все-таки с этого начала. И есть еще понятие джентльмены. Джентльмены, кстати, это переводится как благородный мужчина, а джентл — это нежность. То есть здесь сразу в этом закладывается смысл того, что мужчина должен быть нежен по отношению к женщине. И что тоже с современными мужчинами происходит, я хочу сказать. Мужчины очень сейчас ругают женщин за то, что вот женщины грубые, непозволительно ведут себя и все остальное, за ними не хочется ухаживать, это не леди. Ну а вы джентльмены у нас, мужчины, хотите лайфхак, подскажу. Но если вы хотите выделиться среди современных мужчин сейчас и привлечь внимание девушке, понравится, просто будьте вежливым и галантным. Представляете, как просто. А на самом деле это сейчас так ценится, потому что это очень-очень редко встречается. А если вы еще будете в каком-то там пиджачке, вот сразу, когда представляешь, что вот джентльмен, он в каком-то строгом костюмчике, там, ну можно без бабочки, но в общем как-то так. Тогда вообще образ просто будет дополнен. У рыцарей, к примеру, были лошади. Лошадей сейчас нету, но у современного мужчины есть машина. Знаете, такой очень маленький такой и очень несложный, мне кажется, жест, когда мужчина просто открывает для своей женщины дверь. Ведь это же так характеризует мужчину. Вот даже посмотреть в обществе, как, не знаю, некоторые мужчины несутся, как угорелые, как будто они на Формуле-1. Вот он едет, втопил там педаль газа, я думаю, ну проезжай. Вот если тебе так от этого лучше будет, хоть чуть-чуть у тебя радости в жизни прибавится. То есть такой мужчина вообще даже и не подумает о том, чтобы уступить женщине дорогу или место какое-то. Это раньше было не принято, когда женщина сидит, мужчина, когда женщина стоит, мужчина сидит. Сейчас это в порядке вещей, он еще уткнется в телефон, еще сделает вид, как будто он ничего не занимает. К примеру, если женщина себя плохо чувствует. Конечно, я согласна с тем, что если вы хотите, как женщины ругают, да, тоже современных мужчин, говорят, что рыцарей современных, там джентльменов современных нет. Джентльмены и леди существовали в одно время, вот это понятие. Поэтому, конечно, чтобы рядом с вами был рыцарь, нужно быть вот этой леди. И я могу сказать то же самое и для мужчин. Послушать, даже почитать в комментариях, сразу понятно, кто как относится к женщине. А относится к бабе. Баба, это вот для тех, кто не знает, да, на Руси называли женщин бабами, необразованных. Как правило, эта женщина была там, ну, необразована. Она очень много работала, трудилась, не по своей, надо сказать, воле. То есть был жесткий патриархат и, в общем, она, ну, как я не знаю, отношение было такое, конечно, не совсем, как должно быть к истинной женщине. То есть там, ну, можно было, грубо говоря, с ней все делать там и отстегать ее за то, что она там не повиновалась и все остальное. Вот, ну, вот к этим временам, я надеюсь, мы не вернемся. Они были что-то не очень. Вот эта вежливость, понимаете, я не зря начала с кодекса чести. Кодекс чести, вот честь, вот честь, есть хорошая фраза, береги честь с молод, девушки говорят. Вот честь, она же действительно закладывается в человеке с юного возраста какого-то. То, что в тебе есть, вот то, чем ты наполнен, то ты и даришь окружающим. Ну и то же, они, как они оскорбляют, как они вообще принижают. Вот, ну вы что, это же не все женщины такие. То есть если вам встретилась какая-то на пути девушка, которая разочаровала вас в женском поле, это не значит, что все такие. Просто у вас случился неудачный опыт. К примеру, и взять, как так еще объяснить. Вот я, например, не ругаюсь матом вообще. То есть вот я не знаю, что нужно сделать, чтобы вот я прям вот это какое-нибудь слово там произнесла. То есть как меня там может не обидеть мужчина или какой-то человек. Но во мне просто этого нет, понимаете. И по мужчине всегда, даже вот если он там с самого начала хочет казаться каким-то очень вежливым, прекрасным. Но потом все равно прорвется. Вот можно задать какие-то вопросы про женщин. Я вообще считаю, что очень низко в мужчине обсуждать женщину, ну какого-то своего круга, каких-то вот женщин на работе, к примеру. Ну, я очень ценю мужчин, которые этого не делают, честно. И вот когда он начинает, когда, знаете, вот все наливается, выливается, вот все, вот сразу все понятно. Поэтому, ну если грубый мужчина внутри, ну какую леди вы хотите рядом с собой? Ну будет такая же, какой и вы. Леди сбежит от вас. Не относитесь вы ко всем женщинам так. Будьте, начните с себя. Ну чуть-чуть где-то джентльменство свое проявите. Сейчас, понимаете, не нужно соответствовать всем критериям джентльмена. Сейчас достаточно быть просто там, не знаю, дверь открыть и еще какие-то там пару жестов проявить. Все, вы уже джентльмен, понимаете. Но это должно, конечно, быть по вашему желанию и внутри у вас должно быть вот этот, вот этот кодекс чести. Сделайте эксперимент. Относитесь уважительно к женщинам. И другие женщины подтянутся. Не те, которые вас разочаровали. А как-то круг потом так, знаете, он изменится. И вы будете встречать уже других женщин. Вот сколько случаев, когда женщина вся говорила нет, достойных нету, а потом просто изменила свое мнение о мужчинах, стала уважать и все, и встретила достойного человека в жизни. Я перехожу к принцессам, тургеневским девушкам. Тургеневская девушка, как я с самого начала сказала, да, она обладала чистотой. Она не смотрела на положение мужчины. Мужчины сейчас поэтому очень скучают. И что нужно сделать для того, чтобы такие девушки вернулись? Поэтому, ну, воспитывать, конечно, воспитывать. Родители, конечно, должны, как это раньше и было, родители должны были закладывать это изначально в ребенке. Судя по тому, что сейчас, в принципе, и как раньше могли из глубинки где-то найти такую девушку, которая еще была как раз не испорчена вот этой вот светской жизнью. Сейчас это и в глубинку уже все просочилось. Почему сейчас принцесс нет? Принцесс это есть, королева есть. Ну, в том смысле, что женщины, конечно, сейчас, ой-ой-ой, там и надменность, и не подходи ко мне. Такой взгляд иногда может быть, что, ой, думаешь вообще, наверное, не знаю, она какая-то там, не знаю. То есть сложно очень, сложно подходить к таким женщинам. Вот, а истинная принцесса, она, конечно, была с другими качествами, и надо чувствовать себя вот этой принцессой. Вообще хочу сказать про женственность. Ее сейчас тоже не всегда хватает. Сейчас современные женщины с татушками, накачанными губами и всем остальным. То есть, какая-то мужковатая одежда, которая там вообще, ну, никак не подчеркивает фигуру. Я знаю женщин, которые, вот знаете, и вот, кстати, даже можно проэкспериментировать. Можно, например, ходить в кроссовках, да, и, ну, как бы, ну, может, мужчины как-то и будут проявлять свое внимание. Но, когда сразу одеваешь где-то каблучки или там платьишко, все, мужчины, они сразу как-то активируются, им хочется и руку подать, и что-то вот как-то помочь. То есть, что это, о чем это говорит? О том, что мужчины в этой девушке видят леди, видят женщину, вот. Они вот какого-то, ну, они что-то похожее, да, то, что одеты, джинсы, кроссовки, то, что одеты на мужчинах. Вот, некоторые мужчины это воспринимают как, ну, как вот просто, вот, не знаю, как уже, как товарищ, да, но не как женщина, как товарищ, вот эта женщина. Поэтому, на самом деле, это такой комплекс, от которого все идет, видите, одежда и какое-то поведение, вот это вот поведение тоже очень важно. В заключение я хочу сказать, будьте мужчины галантны, будьте джентльменами. Вот, очень хочется побольше таких сейчас мужчин. Проявите внимание, где-то дверь откройте, где-то позаботьтесь. Это же вот маленький жест, а он будет такой приятный. Если оба пола пойдут навстречу, если женщина будет давать возможность, если женщина будет женственной, и мужчине будет хотеться, например, открыть ту самую дверь. И если мужчина тоже будет проявляться, то, может быть, какой-то вот коннект и случится опять. И, может быть, и джентльмены появятся в большем количестве, и снова и принцессы появятся в самом лучшем его понимании. Поэтому, в общем, я надеюсь, будет так. Желаю вам хороших выходных. Спасибо вам большое за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока!